Я тут недавно попал на то, что называется слепой дегустации сыра. Это когда вам... Слепой дегустации? Слепая дегустация сыра. Это когда вы не знаете, где это дело. Ну, я понимаю. Вам дают, вы делаете себе какие-то пометочки и так далее. Там были, как потом выяснилось, итальянские, французские и российские образцы. Так получилось, чтобы все 10 участников, не специалисты, а простые потребители, как я, на первые три места поставили российский. Как так вышло? Вообще не знаю. Импорта заместили. А я тогда про котлеты. Давайте. Все есть хотят к концу эфира. Да. Давно минувшие дни. Кафе на Кавказе. Официант подходит к посетителю и говорит, уважаемый, что будете кушать? Я буду харчо. Хорошо. Я буду шашлык из баранины. Прекрасно. Я буду зелень, виноград. Замечательно. И, пожалуйста, мне 100 грамм коньячку и бутылочку сухого красного. Красавчик. Красавчик. Есть только чай, морковь и котлеты. Девушка приходит на прием к доктору. Он моет руки. Говорит, ну, ложитесь. Говорит, а как ложиться? Ну, вот вы когда любовью занимаетесь, лежите же, вот так и ложитесь. Господи. Это где же так любовью-то занимаются? В запорожце. Папа, папа. А почему зимой всегда лепят снежных баб, а снежных мужиков нет? Но это в целях экономии, сынок. На снежных баб требуется гораздо меньше моркови. Это картинка разговора президента Украины Зеленского с командующим ВСУ Залужным. Херсон взяли только частично. Что значит только частично? Только хер. Доктор, я бы очень хотел к вам обратиться с просьбой. Нужно помочь моему мужу. Дело в том, что он считает себя скаковой лошадью и очень сильно от этого устает. Ну, да, конечно, я понимаю. Но, видите ли, это такое очень продолжительное и достаточно дорогое лечение вам предстоит. Да с деньгами проблем нет. Он три забега уже выиграл. Когда наши соотечественники только начали выезжать за границу, их еще тогда называли новыми русскими. Вот такой новый русский за границей на курорте решил познакомиться с такой интересной иностранной женщиной. Говорит, мадам, вы откуда? Она говорит, я из Гренобля. Он говорит, а где этот ваш Грено находится? Анекдот про Маню Величия тогда и про Джорджа Сороса. Не удивляйтесь, про него тоже есть анекдоты. Их немного, но вот этот когда-то рассказывал Юрий Владимирович Никулин. Приезжает в Москву Джордж Сорос. Ну, посетил какие-то там мероприятия. Распорядился насчет выделения новых грантов. Решил пообедать. Говорит, куда мне поехать? Ему говорят, ну вот, есть там такое место, элитарное такое. Вот он туда приехал, сел, сидит, ждет, и к нему никто не подходит. За официант меню не несут. Ну, и долго уже. В общем, он потом одного-то поймал, так и говорит, любезно. И говорит, а почему меня никто не обслуживает? Он говорит, ну, потому что у нас очень много важных клиентов, и мы не можем вас обслужить перед ними. Он говорит, как так? Ну, так, ну, посмотрите. Вот, пожалуйста, господин Митваль, господин Чубайс, госпожа Батурина. Это очень важные для нас клиенты, тем более они постоянно и ходят к нам все время. А вас я вообще вижу первый раз. Ну, тот, конечно, так сначала вспыхнул, потом говорит, ладно, говорит, я плачу вам тысячу долларов за первое, тысячу долларов за второе и тысячу долларов за десерт. Пожалуйста, принесите мне. Официант говорит, по тысяче долларов за каждый из блюд? Вы простите, конечно, но заказы на половину порции мы не принимаем. Одно только маленькое пояснение. Дело в том, что анекдоты в основной своей массе тоже сочиняют мужчины. Понимаете, поэтому они смеются над женщинами. Ну, что тут поделать-то? Значит, Одесский оперный театр. Ну, идет спектакль. В зале два зрителя, один мужчина наклоняется к другому и говорит, вам нравится, как поет моя жена? Что, простите, я вас не слышу? Я говорю, вам нравится пение моей жены? Простите, я ничего не слышу. Это дура орет, как на пожаре. В этом анекдоте присутствует глагол, производный от нехорошего слова, запрещенного Роскомнадзором к публичному употреблению. Ну, в смысле, там, глагол по значению, что человек врет. Вот, поэтому я его, чтобы сохранить языковую стилистику анекдота, я его заменю, вот это плохой глагол, на нейтральный синоним. Триндит. Вот, ну, вы люди взрослые, там сами потом подставите, когда он будет появляться, расшифруете. То есть, такой, как бы, анекдот-ребус. Товарищ майор, тут вот один призывник утверждает, что у него отит, гайморит, бронхит, гастрит, гепатит и простатит. Триндит? Ну, вот триндита нет, он все-таки парень. Вот Пасха, дети во дворе играют с крашенными куриными яйцами, разложили на травки, там, красный, желтый, синий, зеленый. Подходит к ним петух, так, смотрит на это, смотрит, потом говорит, да, придется все-таки павлину морду набить. Гражданская война. Едет по лесной дороге телега с сеном, там, крестьянка какая-то сидит, выходит белый патруль, говорит, ты кто такая? Она говорит, ну, я вот такая-такая, куда едешь? В ту деревню. Так там красные стоят, ну, я там живу, а что везешь там? Ну, вот сено, ну, проверили, вроде все нормально, ничего нет, ну, проезжать. Приехала она в деревню, подъезжает к избе, где штаб красных. Из избы выходит Фурманов. Крестьянка снимает с себя платочек, Фурман говорит, вот Петька, классно замаскировался. Петька говорит, да я-то что, Василий Иванович, распрягите. И вообще не каждый кажущийся сумасшедшим таковым является история бытовая. У Якова Вороныча была молодая красивая жена из старенькой парикмахерской, где он работал со своим учеником. Ну, вот они однажды обслуживают клиентов, открывается дверь, в зал заглядывает молодой человек и исчезает. Ну, молодой парикмахер говорит, видели этого странного типа Якова Вороныча? А что, говорит, такое? Ну, он там давно уже захаживает, сначала смотрит в зал, а потом считает у нас посетителей. Как это? Ну, так, говорит, если два-три человека, он сам очередь не занимает, садится и ждет. А когда шестой человек приходит, он встает и уходит. Да, действительно, какой-то странный. Слушай, а ты проследи за ним, интересно вообще, что это такое, какое-то поведение. Ну, и в следующий раз, когда этот молодой человек опять в зал заглянул, значит, молодой парикмахер вышел, потом через какое-то время возвращается. Ну, Яков Вороныч, он досидел до шестого посетителя, вышел от нас, зашел в соседний цветочный магазин, купил огромный букет роз и ушел. Действительно, какой-то сумасшедший. Да, похоже, нет, Яков Вороныч, он ушел к вам домой. Давно минувшие дни, экзамен в ВУЗ. Приемная комиссия заслушивает абитуриента, молодой парень еврей, и размышляет, как бы его завалить по причине национальности. Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить, что Лев Толстой помнил себя с сорокодневного возраста? Парень говорит, да, ничего удивительного, я себя помню с возраста 8 дней. А что же вы помните? Ну, я помню, что пришел такой дед с большой-большой бородой и отрезал мне, как я понимаю, возможность поступления в университет. Радиопрограмма «В рабочий полдень». В нашу редакцию поступило письмо от передвека производства комбайнера совхоза «Светлый путь» Спиридона Никонорчика-Чевряжка. Он просит включить его любимую песню «Валенки». Дорогой Спиридон Никонорчика-Чевряжка, желаем вам творческих трудовых успехов, слушайте вашу любимую песню «Валенки». Через год. Дорогой Спиридон Никонорчика-Чевряжка, он просит включить программу «Концерт для струнных Рэ-Минор» Антонио Вивальди. Дорогой Спиридон Никонорович Кочевряжка, желаю вам новых трудовых успехов. Кочевряжиться не надо и слушайте вашу любимую песню «Валенки».